у меня уже около пяти или даже более лет есть в эксплуатации такой снегоуборщик я живу за городом поэтому каждую зиму им пользуюсь за это время проблем больших у меня с ним не было но есть несколько нюансов о которых хотелось бы просто сказать чтобы не рассказывать потом каждому кто спрашивает как эксплуатировать первое на что надо обратить внимание при снегоуборщики при его обслуживании это чтобы вот здесь вот после чистки вот здесь вот где у нас вращается крыльчатка как можно меньше оставалось снега льда он на самом деле все равно будет оставаться он все равно замерзнет и вам все равно его оттуда придется выковыривать регулярно когда температура переходит через ноль лучше проверять обращается ли вот эта крыльчатка хоть чуть-чуть до того как вы запустите машину потому что во первых она будет глохнуть при передаче сцепления на нее а во вторых можно порвать ремень если он хоть немного износился то есть вот это вот все после чистки снега тоже вот все это очищаем максимально выбиваем вот оттуда снег лед но и при запуске смотрим там в принципе можно выбить ну аккуратненько ломом или обратной стороной щетки для машин тут и пластиковых дальше хорошо бы иметь конечно этих шплинтов запасных здесь не один сломался поэтому она не держится на будет поменять так за зиму штук 10 уходит поэтому пускай всегда будут значит что еще вот эти вот тросики которые управляют наклоном желоба вот эти вот они конечно абсолютно китайские вот здесь резьбы их практически нет на миллиметр я менял но он все равно как только начинаешь затягивать гайки трескается и работает так себе но в целом у многих моделей это вообще деталь механически нагибается вот здесь вот практически на второй год поменял штатную посадку на такое вот самодельное кольцо больше проблем не было штатно это миллиметровый так фара отличная вещь для работы зимой но пару тоже перепаяли под лампочку здесь вот разъем перепаяли под лампочку которую хоть найти можно потому что ты лампочки это там китай китай так электро запуск по моему полная фигня и стук у нас не знаю не стоит теплом гараже где-то где с розетками так далее если вы снегуборщика где-то застрянете бензин хочется еще что-то вы не умеете возводить не электро запуском то у вас будут проблемы поэтому в принципе при любом запуске там пару подкачек услышали что бензин пошел дернули все заводится как часы раз в два-три года вот вообще производитель рекомендует на зиму сливать бензин по моему этим никто никогда не занимался проще раз какое-то время здесь вот снять два болта вот там есть карбюратор карбюратор чистится заливать сюда жидкость который растворяет все остатки и собственно все прекрасно и наверное одно из самых главных правил по эксплуатации снегуборщика его должен эксплуатировать один человек есть опыт когда ровно такие же модели совместно пользование двух-трех человек и никто ни за что не отвечает снегуборщик ломается тут передавили там пережали потому что вот этот вот двигатель у него он в принципе довольно первобытный как сказать можно это не машина с инжектором который сама знает когда ему что сделать надо его надо слышать если ты куда-то въехал и задавил его просто мощность они зато в камни в какие-нибудь там в ледяную корку то он глохнет конечно же а если ты грамотно его эксплуатируешь не берешь там снега сколько он не может потянуть все-таки это не какая-то супер-пупер сколько всего 6 поем лошадей техника тогда он будет верой правды долго сушить и работать вот я за все это время один раз поменял ремень ну потому что резинка расходный материал соответственно там шплинты вот этот тросик поменял там что-то вот железку перепаял фару передел но с движком я не лазил не ковырял его не перебирал никуда не отвозил редуктор вообще тоже не трогал там смазка никуда не девается не знаю чего еще добавлять смазка через краю поэтому машину на самом деле очень хорошие